Николай Кун. Легенды и мифы Древней Греции. Часть первая. Боги и герои. Мифы о богах и их борьбе с гигантами и титанами изложены в основном по поэме Гесиода Теогонии «Происхождение богов». Некоторые сказания заимствованы также из поэм Гомера Илиада и Одиссея и поэмы римского поэта Овидия «Метаморфозы. Превращение». Вначале существовал лишь вечный, безграничный, темный хаос. В нем заключался источник жизни мира. Все возникло из безграничного хаоса. Весь мир и бессмертные боги. Из хаоса произошла и богиня Земля, Гея. Широко раскинулась она, могучая, дающая жизнь всему, что живет и растет на ней. Далеко же под землей, так далеко, как далеко от нас необъятное светлое небо, в неизмеримой глубине родился мрачный тартан. Ужасная бездна, полная вечной тьмы. Из хаоса, источника жизни, родилась и могучая сила, всеоживляющая любовь, Эрос. Начал создаваться мир. Безграничный хаос породил вечный мрак, Эреп, и темную ночь, Нюкту. А от ночи и мрака произошли вечный свет, Эфир и радостный светлый день, Гемера. Свет разлился по миру и стали сменять друг друга ночь и день. Могучая, благодатная Земля породила беспредельное голубое небо, Урана, и раскинулось небо над землей. Гордо поднялись к нему высокие горы, рожденные землей, и широко разлилось вечно шумящее море. Матерью землей рождены небо, горы и море, и нет у них отца. Уран, небо, воцарился в мире. Он взял себе в жены благодатную Землю. Шесть сыновей и шесть дочерей, могучих грозных титанов, было у Урана и Геи. Их сын, Титан-Океан, обтекающий подобно безбрежной реке всю Землю, и богиня Фетида породили на свет все реки, которые катят свои волны к морю, и морских богинь, океанит. Титан же Гиперион и Тея дали миру детей, солнце Гелиоса, луну Селену и румяную зарю, разоперстую Эос, Аврору. От Астрея и Эос произошли все звезды, которые горят на темном ночном небе, и все ветры. Бурный северный ветер Борей, восточный Эвор, влажный южный Нот и западный ласковый ветер Зефир, несущий обильные дождем тучи. Кроме Титанов, породила могучая Земля трех великанов, циклопов с одним глазом во лбу, и трех громадных, как горы, пятидесятиголовых великанов, стороких, гекатенхейеров, названных так, потому что сторок было у каждого из них. Против их ужасной силы ничто не может устоять, их стихийная сила не знает предела. Возненавидел Уран своих детей великанов, недра богини Земли заключила мир в глубоком мраке и не позволила им выходить на свет. Страдала мать их земля, ее давило это страшное бремя, заключенное в ее недрах. Вызвала она детей своих титанов и убеждала их поставить против отца Урана, но они боялись поднять руки от славы. Только младший из них, коварный Крон, хитростью низверг своего отца и отнял у него власть. Богиня Ночь родила в наказание Крону целый сон ужасных существ. Таната – смерть, Эриду – раздор, Апату – обман, Кер – уничтожение, Гипноз – сон сыроем мрачных тяжелых видений, незнающую пощаду Немесиду – отмщение за преступления и много других. Ужас, раздоры, обман, борьбу и несчастье внесли эти боги в мир, где воцарился на троне своего отца Крон.